Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте в студии Павел Михно и Ксения Чернильцева. Коротко о главном. Звание эталонного не приговор. В качестве примера рассмотрим цех турбокомпрессоров завода двигателей. Уже год они творят добром. Благотворительный проект молодых КамАЗовцев скромно отметил первую годовщину. Футбольный финал КамАЗовского первенства в этом году интересен не только результатом, чем еще о подробности в этом выпуске. На этой неделе наши корреспонденты в очередной раз убедились, обновления с завидным постоянством приходят не только на смартфоны, но и происходят на КамАЗе. Завод двигателей в этом году неустанно повышает свою эффективность. Еще недавно казалось, производственный процесс в цехе турбокомпрессоров доведен до совершенства. А нет, работники эталонного участка вновь приглашают в гости, чтобы рассказать об обновлениях. Мы находимся на эталонном участке одного из цехов завода двигателей КамАЗа, на котором собирают турбокомпрессоры. С недавнего времени рабочие здесь орудуют не простыми ключами, а тарированными. Эти инструменты издают щелчок, когда гайки достаточно закручены. Также здесь внедрены пневмоинструменты. Благодаря такой модернизации орудий труда производительность увеличилась в полтора раза, а условия улучшились. С новыми инструментами работать легче, признаются сотрудники. Раньше был такой ключ. Нужно было постоянно измерять вот этим динамометрическим ключом. А сейчас этот удобнее, он издает щелчок. Не нужно особенно заморачиваться. Это меньше затраты времени и усилий получается меньше. А здесь обрабатывают детали, в частности роторы. Это вращающаяся часть турбокомпрессора. Здесь тоже внесли изменения в процесс производства. После внедрения прогрессивных инструментов персонал стал более универсальным. Сотрудники в течение одной рабочей смены теперь могут работать на разных конвейерных позициях. Что в свою очередь увеличило эффективность труда на 37%. Для замены крупноговоритных кругов и узлового ремонта мы повесили кран-балку. Для того, чтобы не вызывать погрузчик для снятия кругов. То есть мы сэкономили время. И не только время. Такое улучшение уже принесло заводу 850 тысяч рублей. Сотрудники эталонного участка цеха турбокомпрессоров заверяют, что этого статуса им недостаточно. Они стремятся к званию суперэталонного. Тагир Закиров, Алексей Гарнышев, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. В минувшие выходные в Москве состоялась встреча генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина с первым генеральным директором автогиганта Львом Васильевым. Напомним, на мероприятии по случаю открытия бюста первого гендиректора КАМАЗа, которое состоялось 9 октября, Сергей Кагогин пообещал, что в ближайшие дни посетит виновника торжества. В гости Сергей Анатольевич приехал вместе с семьей, депутатом Государственной Думы Альфео Кагогиной и сыном Максимом. Сергей Кагогин передал Льву Борисовичу видеозапись торжественного мероприятия, свежий номер газеты «Вести КАМАЗа», на первой странице которого размещен материал об этом событии. В разговоре за чашкой чая Кагогин рассказал Васильеву о современном этапе развития компании, о масштабной программе реинжиниринга и новом модельном ряде, флагманом которого является магистральный сидельный тягач КАМАЗ-54-901. Вопрос. Хорошими делами прославиться нельзя? Как оказалось, старуха шпакляк ошибалась. КАМАЗовская молодежь отметила годовщину проекта. 50 добрых дел. Около 30 самых активных участников благотворительной акции собрались по этому случаю в генеральной дирекции. Получился своеобразный отчет? Но неформальный. И впервые ребята услышали из уст руководителей оценку своей жизненной позиции. Заглянули на огонек и наши корреспонденты. Встреча с заместителем генерального директора автогиганта началась с презентации тех самых добрых дел, которые активисты КАМАЗа уже успели совершить за год. С начала старта проекта. Мы создали группу в WhatsApp, куда подключили наших специалистов по работе с молодежью, которые за собой по цепочке потянули своих активистов, те активисты своих коллег, друзей, соседей. И так у нас сейчас сформирована большая группа в WhatsApp, в которой мы обсуждаем различные добрые дела и делимся приятными эмоциями. Сами активисты разделяют работу на три направления. Социальные проекты, а также физическая и материальная помощь. На данный момент реализовано 40 добрых дел, в которых приняли участие 125 человек. Впереди еще не один десяток. Ведь на цифре 50 ребята останавливаться не собираются. То, что делаете вы, это, наверное, порыв души. Потому что я посмотрел, ну и многие знают, что вы все разные абсолютно, с разных подразделений, с разными специальностями, значит, с разной степенью ответственности, занимаемых должностей. Но у вас есть одно единственное, для всех одинаковое. Вот позывы души. Делать людям добро и делать приятное. В конце прошлого года «50 добрых дел» был признан лучшим социальным проектом конкурса «Потенциал республики». Совет молодежи компании получил грант в размере 50 тысяч рублей, который решено было потратить на униформу для активистов. На встрече ребята получили новенькие ярко-оранжевые толстовки и благодарственные письма от руководства «Автогиганта». Хочу еще раз сказать спасибо, что вы успеваете везде. Это очень хорошо. Я думаю, что и ваша жизненная позиция и дома тоже такая же, что вы тоже не остаетесь равнодушными, не забываете своих родителей и своих друзей, своих близких. Поэтому я не ошибусь и скажу, что вы настоящий потенциал «КамАЗа», который дальше будет выдвигать. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести «КамАЗа». В городском дворце творчества детей и молодежи прошла тематическая игра, посвященная 50-летию начала строительства «КамАЗа». В ней приняли участие команда семиклассников школы, гимназий, набережных щелов. Для того, чтобы завоевать победу, школьникам пришлось приложить максимум усилий. Понадобились и знания, и сообразительность, и творческий подход, и скорость. О правилах и условиях игры узнаете в следующем сюжете. В дворце творчества детей и молодежи разместилось 8 станций. На каждой свои задания, для выполнения которых участникам потребовались знания из самых разных областей. От истории родного города до владения современными технологиями. Так на этапе «КамАЗ-Пионерский» подростки разбирались, почему заводу дано именно такое название. На другой станции нужно было узнать всех генеральных директоров автогиганта. Не обошлось в игре и без творческих испытаний. На моей станции, она называется «КамАЗ-Реклама КамАЗа». Ребята сегодня пытаются снять видеоролик, буквально 30-секундный видеоролик, где они рассказывают, что они знают о КамАЗе, и что им нравится в КамАЗе, и что они готовы тоже стать частью КамАЗа и города. Другим творческим этапом стал «КамАЗ будущего». На этой станции дети рисовали перспективы предприятия. Вариации разные. Продукции автогигантов в воздухе, под водой и, конечно, в космосе. Географический этап «КамАЗ-Всесоюзная стройка» заставил разобраться в положении городов относительно набережных Челнов. Игра проходила на время. Это объясняет максимальную концентрацию и скорость участников. Игра очень интересная, познавательная. Мне очень нравится. Довольно сложная. Но мы вроде бы справляемся со всеми трудностями. Все наши накопленные знания тут используем. И, в общем, справляемся с некоторыми заданиями. С некоторыми — нет. Для детей это была всего лишь занимательная игра. Но, участвуя в ней, они, сами того не замечая, получали нечто большее, чем знания или просто веселье. Изучая в такой игровой форме историю «КамАЗа», историю города, дети начинают познавать свою родину, начинают гордиться ею. Спустя полтора часа определился победитель. Им стала команда школы номер 56. Второе место завоевали ученики 61-й гимназии. А замкнули тройку лидеров участники из 77-й гимназии. Алсу Валеев, Алексей Гарнышев, Андрей Буслаков, «Пести КамАЗа». Даешь лидфест для литейщиков квест. Накануне молодежь литейного завода организовала выездное мероприятие на базе отдыха. Поводом собраться стала вовсе нехорошая погода. Весь день длил дождь и даже не праздник. Но для по-настоящему активного отдыха от серых будний повод не нужен. Главное — интересная программа, увлекательные конкурсы, квесты и отличное настроение. На лидфест заглянула, поэтому и наша съемочная группа. Около трех десятков молодых сотрудников литейного завода половину воскресенья провели на базе литейщик. Ребят разделили на две команды. Им предстояли непростые задачи. Распутывать узлы, пользуясь только ногами и логикой, а также пробираться через натянутые по воздуху веревки. Настроение супер после того, как особенно меня пронесли через это препятствие. Прям вообще классно. Очень хорошее настроение, мероприятие тоже нравится. Вообще здорово, что такое придумали. Как бы весело. И все, кто друг друга не знал, они познакомились. Вообще, ну, в целом вообще очень интересно. Организатор постарается сделать крутые конкурсы, которые действительно показывают нашу ловкость, умения. Встречу в таком формате для литейщиков организовали впервые. Сначала планировалось сделать веревочный городок на улице. Однако погода сыграла злую шутку, заставив укрыться в помещении. Но мы переадаптировались и решили все это провести вот здесь. У нас, конечно, некоторые соревнования сократились, но все-таки большую часть мы оставили. Также вот натянули между столбов веревки, также проводим все соревнования. Такой удачный дебют планируется повторить уже летом, приурочив его к Дню молодежи и организовать следующий литфест уже на открытом воздухе. Виктория Евсеева, Андрей Буслаков, Вести КамАЗа. Когда сражаются мужчины, романтике нет места? Этот вопрос получил неожиданный ответ на футбольном поле. Заинтриговали? А теперь подробности. В набережных Челнах завершилось первенство по футболу среди работников КамАЗа. Матчи проводились в формате 8 на 8. Ровно неделю назад состоялись финальные игры, после которых определились победители и последовала церемония награждения призеров. На этом рассказ о событии можно было бы и завершить, если бы не происшествие у кромки поля, которое заставило наших корреспондентов трудиться с удвоенной силой. Что произошло, готовы рассказать. Именно здесь, на футбольном поле, капитан команды автомобильного завода Сергей Филатов, когда уже было известно, что его команда выиграла первенство, а сам он был признан лучшим бомбардиром турнира, решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Девушка согласилась без колебаний. Выбор места для столь важного события на воспеченный жених объяснил просто. Ну, потому что я люблю футбол, так же, как и я, поэтому решил связать как бы это с футболом. Подходящего более места я не нашел. Но это была красивая точка, а сам турнир начался еще в августе. Он проходил в рамках Камазовской спартакиады. В этом году команды подразделения «Автогиганта» провели более 50 встреч. В этом году турнир получился таким очень длинным, потому что принимало участие рекордное количество команд. 17 команд принимали участие. Это, конечно же, заводы, среднечисленные организации, малочисленные подразделения. Из-за размера футбольного поля формат матча нестандартный. Команды выходят на игру в составе 8 человек вместо привычных 11. Зато игра становится гораздо более динамичной и зрелищной. В этом году расклад сил изменился. Результат, конечно, недовольна. До этого два года подряд становились чемпионами Камаза. Хотели оформить хитрик подряд. Но чуть-чуть не хватило, то ли физики, то ли что-то. Ну и командам нужно отдать должное, что другие команды с каждым годом становятся сильнее и сильнее. Потеснили их завоевавшее первое место автомобильный завод и команда Росгвардии. Она заняла второе место. За исключением эмоций и оваций, первая тройка команд получила кубки, медали, приуроченные к 50-летию Камаза и денежные премии. Алексей Гарнышев, Радик Ганиев, Вести Камаза. Такой была очередная рабочая неделя на Камазе. А что готовит наступившее? Расскажем об этом 1 ноября. 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Ксения Чернильцева. И Павел Михнов, с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова